здравствуйте в эфире программа регионы и мы с вами сарёк лаганян сегодня опять говорим о политике о том что происходит нашей стране потому что на эта тема номер один и меня в гостях сегодня карлин кучарян политехнолог добрый день кори добрый день новость номер один впервые за историю третьей республики руководитель страны не поехал сарда работ почему как вы думаете потому что там сейчас находится оппозиционная масса не он не хочет с ней сталкиваться или как или у него на это есть какие-то другие причины если честно то меня за заинтересовало заявление баграта сарпазана насчет того почему не поехал никол он отметил две причины первое то что ему здесь не место и он считает сарда работ уже происторической армении они реальной и вторую вот вторую придет вторая причина меня заинтересовало очень потому что он отметил что а может ему позвонили извне предупредили ли я сейчас не помню конкретно цитату то есть речь идет о том что он намекнул что с николом уже говорят геополитические центры то есть позвонили сказали не ехать туда потому что это победа над турцией и поэтому турецкое лобби это геополитических центров сказала давай туда не езжай эту тему закрывай это это приблизительно с тобой можем анализировать смотря откуда позвонили и что сказали здесь уже версии разные могут быть это версии баграта сарпазана до вашей версии колен в любом случае вот последние дни я не думаю что проблема была в том что на севере армении все таки было наводнение это он этим просто воспользовался потому что человек который думает о государстве и как бы скорбит вместе с народом в это время его жена проводит довольно таки большой банкет красный черно-белый банкет черно-белый банкет просто речь идет о том что вот последние дни и сам премьер и все его окружение как бы молчит мы особо резких таких заявлений движений ну кроме естественно полиции я имею ввиду со стороны так называемых политических деятелей это смешно но это так мы не слышали вообще то есть был один день это был первый день очередного заседания национального собрания там было довольно были довольно таки агрессивные заявления и после этого тишина никто ничего не говорил возвращаясь опять сегодняшнему дню к сегодняшнему утру то что николай прошли не поехал сада работ можно ли это считать маленькой или может быть большой победой оппозиционного движения во главе с богатом сарбазан думаю что да это так и бывает ровно так же как когда-то можно было считать маленькой или большой это уже как потом выяснится победой когда он зашел в дом радио вы пожарные мете можно ли ставить сегодняшний вот если вы считаете что это победа победу в череду вместе с той когда баграт сарбазан практически заставил полицию снять ограждение когда проходил форум на опере не живут это шаг вперед все тот шаг вперед а это победа не это шаг вперед то есть это по значимости это больше чем то сегодняшний раме эти потому что если тогда реально была конфронтация между багратом ну и движением и полицией сейчас уже на уровне государственного лидера он не появился в сарда работе на одном из главных праздников республики как вы думаете понятно что это исключительно фантазия сейчас на должен посработать как он объяснит свое отсутствие если уже не объяснил может быть я упустил момент у него не знаю я не знаю как он объяснил и как объяснить потому что он может объяснить как угодно мы это видели шесть лет у меня нет такой фантазии если честно ладно возвращаясь к воскресному дню воскресенье был один из самых крупных митингов за последнее время разные ходят данные очень разные стороны дают разные цифры но он практически не уступал 9 мая когда первый митинг прошелся плюс минус плюс минус да это был достаточно большой митинг это было большое шествие возвращение на площадь и объявление об аксах неповиновения как вы думаете как будет развиваться и как вы оцениваете вообще вот эти два дня но уже третий день сегодня мы про не о нем поговорили сам митинг объявление о том что кандидатом премьер-министр становится баграт сарфазан и следующий день достаточно жесткое поведение полиции и дальше я хотел бы ваш ваш анализ услышать давайте о митинге не будем говорить митинг как митинг единственное что я могу сказать о именно о митинге они о движении вообще это то что многие провластные аналитики политологи говорили что все митинг идет на нет то есть движение идет на нет все надо думать уже о дальнейшем оказалось что это не так в отличие от остальных случаев за последние четыре года оппозиционных разных движений баграт доказал что он в принципе может собрать площадь ну не то что когда хочет когда это надо вот это вот такое глобальное различим с остальными движениями то что касается того что было вчера на улицах еревана то здесь уже вопрос уже не к нам больше правоохранительным хотя сами правоохранительные уже я не думаю что это уже правоохранительные органы это не знаю какие это карательные это гестапо как мог как хотите можете называть это хулиганы просто басики уличные но опять разница в том что если раньше это приводило к таким к такому успеху то есть многие уже отказывались выходить на улицу то вчера оппозиционеры то есть то движение которое сейчас называется оппозиционным доказали что они уже не боятся этого там были довольно таки было довольно таки жесткое сопротивление безоружное абсолютно мирное но очень жесткая в чем она заключалась заключалась в том что во первых это длилось очень долго обычно это заканчивалось за два часа до утром зазывали их было очень мало обычно сейчас было очень много было было ощущение все-таки сети то есть сетевой борьбы то есть они закрывали допустим в центре перекресток обувяна саат новы или теряна мусковяна и вдруг оказывалось что на комитаса что-то закрыто где-то еще закрыто вне еревана закрыта то есть акции носили более такой массовый характер чем отличается движение баграта сарпазана и сам он от всего того что у нас происходило в двадцать первом году в двадцать втором году в частности глобально это можно назвать так это не партийное движение она политическое естественно но не партийное можно сказать что баграт сарпазан стал тем сам той самой третьей силы о которой так много говорили и тем самым лидером который реально может вокруг себя объединить людей он уже это сделал он уже это сделал если вы посмотрите какие силы до приветствуют его выдвижения хотя я сам может и не согласен с этим хотя на данном этапе мы пока что об этом не говорим но не согласен не с тем что он делает а тем что он именно кандидат но в любом случае то что он делает получила одобрение более по моему там 40 то ли 50 разных организаций в том числе политических партий с чем это связано почему политические партии столько времени могли вокруг вот они есть так скажем титульная оппозиция да там достаточно сильные есть люди с лидерскими качествами определенные почему они не смогли в свое время объединиться вокруг одного человека это довольно таки по моему у этого явления очень глубокие корни но в любом случае скажем так чисто партийные амбиции да внутри партийные такие узкие партийные амбиции не давали той или иной части общества объединиться здесь явно человек без партийные без каких-либо амбиции в том числе узкопартийных естественно и поэтому наверное вот это удалось ему почему сказали что вы не совсем согласны с тем что он выдвигается на пост премьер-министр об этом мы поговорим попозже не сегодня попозже я понял запомнил у нас есть время я надеюсь сейчас мы находимся но общество наше находится до движение это находится в каком-то вот состоянии непонятным потому что было заявлено о том что движение того что во время родины и сам сарпазан об этом сказал что он должен встретиться с пашиняном обсудить с ним много вопросов а им есть что обсудить это его слова практически цитирую и попросить его уйти без потрясений как я понял ну по крайней мере всего лишь одно было сообщение по этому поводу одного из депутатов что пашиня не собирается встречаться с сарпазаном и получается на мой взгляд такая вот ситуация цукцванга да может быть не та не другая сторона что что будет дальше эти не встречаются эти говорят что нам надо встретиться а темы нет в армении сейчас сложилась классическая ситуация то есть верхи не могут низы не хотят баланс сил он патовый то есть у власти уже нет тех ресурсов чтобы обозначить свою власть у оппозиции пока нет ресурсов чтобы заставить уйти такой баланс сейчас в армии я думаю так долго не может продолжаться и ну не уверен но думаю что встретиться пашня с сарпазаном ему больше нечего будет делать потому что нету ну нет у него ресурсов его единственным ресурсом и базой фундаментом для правления остается остаются красные береты потому что тот электорат который у него был сейчас нету та часть электората которая осталась у него они очень пассивные и на улицу не выйдут а если он их позовет пусть попробует не выйдут он если помнишь он их звал бывало такое знаменитая фраза екеле партка ка цужам это и вот такое и что уже давно нету той массы которая по одному вызову выйдет на улице давно нет и это видно я когда сказал вот вы предложили фразу по терме шахматы патова я сказал цуксван что каждое каждое следующее да приводит к ухудшению ситуации или поражению я почему это сказал тупашня на меня был сегодня должен был быть ход например это поехать несмотря ни на что и показать что ничего никого не боюсь он делал на я раблу он ходил и на тицер на коберт да он до сих пор это делал сейчас он не смог теперь со стороны оппозиционных сил да но они поехали в сардар-абак им никто не перекрывал дорогу вот они вернутся в ереван что опять утром столкновение с полицией попытки перекрыли перекрыть дороги и так далее какой шаг они должны сделать чтобы не ухудшить свою позицию поживем увидим но по моему завтра не за горами нас точки зрения вашей вот если проанализировать ситуацию понять как надо двигаться хотелось бы ваше мнение тоже услышать может воспользуется позвольте громко гласно об этом не говорить последняя в середине мая которое было осуществлено замер геллопа потому насколько активно на наше общество показало что 12 процентов сегодня сторонников у пашиняна понятно это катастрофическое падение с тех которые с тех высот на которых он был у баграта меньше чем за месяц 4 процента почти серпозана да это на мой взгляд гигантский подъем за очень короткий промежуток времени сейчас может быть и выше мы я не знаю но для меня самое страшное было это пытаюсь обсуждать с моими гостями самое страшное было это 70 процентов абсолютно апатичных людей которые готовы просто тихо так лечь и умереть но с другой стороны это и такой запас конкретный запас откуда нам надо вытаскивать своих сторонников как это сделать в данном случае оппозиции на ваш взгляд смотрите я об этом говорил сто раз значит 70 процентов любой любой страны любого общества они апатичные они пассивные никогда ничего не говорят сидят у себя на кухне может о чем-то и говорят но между собой но это везде так в том числе восемнадцатом году в армении это бы были не 70 процентов это было больше 85 90 процентов людей они резко активизируются когда на улицах начинаются волнения то есть резко как как только мы говорим о четырех процентах баграта 12 процентов никола 12 процентов никола это пассивная часть они я уже сказал на улице него не выйдут 4 процента баграта уже сегодня на улице это активная масса здесь есть разница то же самое было в 18 никола у него очень намного меньше было вот этой активной части я эту хронологию помню наизусть и то что говорят о том количестве людей которые вышли на улицу и требовали отставки сэржа сарксяна это уже было после того как сэр сарксяна объявила об отставке до того не было столько людей на улице да они до увеличивались причем увеличивались они последние два-три дня просто сэр сарксян в отличие от никола пашняна очень быстро подал в отставку и вот то количество людей которые мы видели на улице это даже было не после 23 апреля после отставки это было после 1 мая когда все уже было ясно де-факто потому что вот именно это си эти 70 процентов апатичной части общества они всегда хотят быть на стороне победителя это принцип толерана да это это скажем так они может быть и не получили дипломатической да как бы науки не проходили эти уроки дипломатии но они спинным мозгом чувствуют на сторону кого и когда надо переходить а мы идем на север и перейдем бой смотрите возвращаясь если 18 год перекрытие улиц масштабная достаточно и абсолютное бездействие полиции в тот период никого не разгоняли никого не приводили если были приводили они были не были не в таком количестве я я помню как я из канакера пешком шел в студию чтобы записать программу я тоже очень хорошо помню до были были если помнишь и колючую проволоку в начале там перекрыли у парламента были и побыла и полиция были были приводы но не было той жестокости я не говоря жесткости а то есть жестокости и тех методов которые сегодня применять полиция в армии человек которого я не хочу называть один из скажем так людей который сделал авенянам эра своем выступлении на youtube канале ну то есть собачьей кличкой говорил о том что никол не отдаст власть без крови будет похлеще чем 1 марта не исключено не исключено и наверное последнее чтобы хотел с вами обсудить все зависит от того а я с этим я вот в этом я согласен с багратом какие будут геополитические месседжи вот это зависит 1 марта зависит от геополитических месседжей то есть потому что чтобы ни говорили никол в любом случае он не самоубийца он не дурак он опытный в политике человек и он знает что будет если он пойдет на перекор геополитическим центром но если он пойдет на перекор народу и прольет кровь он тоже может представить что может быть да но это его меньше интересует а вы думаете я уверен смотрите на удач правительственных баграт сарпазан когда говорил свою речь он сказал что подавай в подставку и мы гарантируем тебе безопасность фактически не ты можешь спокойно уйти и ты твои близкие вы считаете что если баграт сарпазан добьется успеха это движение добьется успеха это правильная правильный месседж говорить о том что мы вас трогать не будем вы спокойно уйдете или же все таки эти люди должны знать что они должны понести ответственность за все что было сделано в стране потому что же много говорится то та же самая оппозиционная шарка активное мнение мне ваше мнение же вас пригласил я в этом павильоне еще по моему два года назад говорил что надо прерывать эту цепочку черных белых прежних новых в этом я полностью согласен с багратом полностью потому что если ты не прервешь цепочку эта атмосфера ненависти она останется всегда я согласен с ней атмосфера безнаказанности наказывать надо не так не сама судом я не говорил часа сама суде я говорила правовой стороне правовая я думаю что о правовой стороне будем говорить уже позже естественно речь идет потому что сейчас ситуация давно уже в армении такая что когда говорят о наказании очень многие именно для себя в подсознании в думают не о правовом не о правовой стороне этого наказания а именно сама судах против чего я лично всегда говорил и буду говорить я с вами в этом вопросе абсолютно согласен я думаю баграт это имел в этом речи нет ни о каком сама суде речи быть не может если что-то и будет делаться для того чтобы потом впредь это не повторялось это должно быть на законных основаниях причем на таком уровне которому невозможно будет придраться и на последний вопрос допустим не хочется об этом думать движение баграта сарфазана не увенчалась успеха из парламента мы уже говорили о жестких заявлениях вы напомнили были достаточно жесткие заявления в том числе и в адрес церкви и в том числе провластные каналы уже навесили ярлыков на людей в том числе и на вас как на кремлевского агента я даже видел эту фотографию где вы были выделены я видел я видел там были вы там был обувян арман там еще было несколько ну я вас и обувян так как люди когда люди у которых на лбу написано что они турецкие агенты на кого-то вывешивают ярлык азербайджанские турецкие это очень смешно но особенно если люди кроме всего прочего нет показывают себя они говорят вот это я вот вот за этим телеграм-каналом стою я я конкретно личность или там пятеро вот это вот мы но это как бы второй вопрос так вот если это движение не увенчается успехом и прочная останется у власти как вы думаете очень много голов полетит очень много у нас и так сегодня политзаключенных достаточно много не помню за всю историю армении чтобы было такое количество станет ли их еще больше думаю что встанет превратится ли в армении а фронту в этой ситуации армении я уже сказал давно превратилась в страну гестап другое дело что об этом молчат все правозащитные организации которые вроде бы себя таковыми называли не говорю уже об официальном омбудсмене который давно для меня не защитник прав человека полузащитник прав человека такой футбольной терминологии ну так скажу у нас такая получилась очень с вами беседа сегодня очень осторожная нет абсолютно не думаю что это было здорово я не все же с моей стороны во я немножко другом а в том плане она достаточно осторожная и я почувствовал в студии сейчас такую атмосферу очень серьезного ожидания по моему это очень серьезное ожидание атмосфера серьезного ожидания не только в студии серьезная атмосфера серьезного ожидания в армении по всей армении уже давно к сожалению все я даже не может быть и не у Но я несколько дней назад, например, у себя на странице Facebook выставил очень любимую для меня песню Scorpions Wind of Change. Спасибо большое за беседу. Моим гостем сегодня был политтехнолог Олен Хочарян. Будем следить за событиями. Они разворачиваются достаточно стремительно. И посмотрим, куда мы придем. Может быть, как раз-таки ветер перемен нас серьезно коснется. С вами был Сарёп Аганян. Это программа «Регионы и мы». До свидания.